Здравствуйте, оглашен приговор по группе работников пивзавода Вена. Пятеро из подсудимых в зале суда были взяты под стражу. И сроки, которые они получили, от пяти до восьми минут. Детский дерматолог, которого чья-то прихотливая фантазия поместила в кожно-венерический диспансер, вскоре после репортажа 600 секунд, был переведен в другое помещение, которое сразу нашлось, несмотря на то, что до этого раздавались крики, что он находится в кожно-венерическом диспансере, именно потому, что для него нет и не может быть другого места. К числу городских новостей относятся прибытие Балководского центра искусств, вместе с которыми прибыли представители Тартароговой палаты Ливерпуль, а также симпозиум, проведенный сегодня учеными Пражесского научно-исследовательского института, посвященным, как я понял, фармакологии для животных. Из криминальной хроники на Томбасово-24 в мусорном баке во дворе, завернутый в простыню и полиэтиленовый пакет обнаружен труп младенца мужского пудла. Четырех, по свидетельству экспертов, месяцев о труду ведется расследование. Также к числу новостей относится и закладка корабля «Хронштадт», которая состояла сегодня на Балтийском западе. Не снова открывшихся выстрок упоминания, вероятно, стоит выставка группы «Качеви». Возможно, она для кого-то интересы представит, а открылась аналогика пищевиков. Эрмитаж, государственный Эрмитаж, который так долго крепился, все-таки тоже прислал документ о сосисках. Еще один, как и сотни других, свидетельствующий об очередной партии этих гневных сосисок. В письме, заверенном десятками подписей людей, фраза «Сосиски могут непригодны, пищу могут быть использованы как улика по уголовному делу об отравлении лимонградцев». Ну, а по оперативным данным, в Петродворцовом районе вспышка 7 миллионов. Отчего? Пока не ясно. Можно гадать, но лучше подождать все-таки заключение экспертов. Вероятнее всего, какие-то пищевые продукты. Петродворец из Ленинграда направлены бригадой скорой помощи, так как Петродворцовые подстанции, в принципе, сами уже не в состоянии справиться и госпитализируют всех, кого только надо. Ну, а сейчас мы, как всегда, переходим к видеохронике. У меня есть события, мы берем сейчас. Уличная хроника. Именно уличная, а не городская. Скорее даже площадная хроника, ибо начавшая просыпаться страсти, вероятно, симптоматичная. Грузинская улица, Фурмузинский район. Сотруднику милиции при его попытке задержать подозрительного человека было оказано сопротивление, причем серьезное. И он замерзал бы отпустить вход, если он любит. Мгновенно на приехавший на ряд милиции допустились все, кто был вокруг. Причем численность негодующих достигла значительного количества. Милиция вынуждена была применить оружие, сделав предупредительные выстрелы. Вверх. Мгновенно прибыл руководство РУЭД, Солюбиня и Скорая. Инцидент не пустяковый, и даже не по причине численности негодующих. Инцидент на водящие нарушения. Еще одной новостью будет для вас визит лучших китайских артистов, которые своим присутствием должны, вероятно, скрасить представления фигурера. Поклонники китайской культуры будут вероятно посты. Прочие смогут удовлетворить любопытство, так как среди выступающих даже победитель китайского хит-барафа, один из самых популярных певцов Китая. Криминальная хрустка. В числе прочих мрачных происшествий, убийства на одном из складов в Каламе. Убит Иванов Александр Федорович, бригадир грузчиков склада. Причина смерти на живое ранение. Труп обнаружен в раздевалке склада. Что именно послужило причиной производственное отношение, таянин склада или что-либо другое? Выяснит следствие, которое начало Приморское ОВД. И еще одной новостью, правда, традиционной для этого времени года, стал намечающийся аукцион мехов и шуб. Здесь вряд ли цену достигнуть, мог по врачительным высотам, и легко догадаться, кто именно будет покупать, или на этом аукционе. Но тем не менее, или тем более, сейчас идет прием на аукцион разного рода меховых вещей. Если я понял правильно, практически любого назначения, но только из хорошего. Так что есть определенная гарантия, что кто-то будет выглядеть и одеваться еще лучше, а кто-то еще хуже. Прием вещей на литейном 34. Склад первой кондитерской фабрики. Улица Репищева, дом 13. Если и говорить о свершенных и свершающихся преступлениях против экономики здравого смысла и города, то заглянуть, вероятно, стоит сюда, на склад. Когда лишь только наметился очередной позорный дефицит шоколада и конфет, неистовствовали журналисты и витействовали начальники, но никто не заглянул сюда. На заботливо спрятанный от глаз людских подальше склад сырья, из которого изготавливается шоколад, на склад бобов какао, с которыми с вами пласть и золото, судя по маркировкам мешков. Это золото здесь медленно, но верно превращается в вино и прессинь. Драгоценный пищевой продукт оставлен под открытым небом на неизбежное сгнивание. От части мешков уже идет бар от температуры, вызванной гниением. Еще одной новостью является визит одной из крупнейших английских кинокомпаний, снимающей художественный игровой фильм «Арксири». Перед прибалтийской роды настоящий пивак, съемочной машине поставлена даже большая паводка. Съемочная группа привезла с собой контейнер, продуктов и лучшую съемочную технику в Европе. Будущий фильм зовется «Рубский дом». Судебная просьба. В городском суде слушается дело по обвинению Панкова и Сотова. Об этом случае уже сообщала программа, как о первом за последнее время прецеденте, когда исполнитель убийства был нанят за день. Так или иду, так решит суд. Панков и Сотов обвиняются в преднамеренном убийстве соседки по квартире, с которыми у Сотова были неприязненные отношения. Убийство совершено путем нанесения 54 ударов по голове газовым, разводным ключом. Погибшая Павлова 32 лет от родов. Криминальная хроника. Из-за этого временного содержания в Фрунзенском районе находятся червяков Алексеев. Они обвиняются в том, что, познакомившись на улице с девушкой, для чего идеальная приманка, согласитесь, служила внешность Алексеева, они узнали его адрес и через два дня пришли, что называется «в гости». Им пришлось связать хозяйку еще двух человек, находившихся в тот момент в квартире, после чего на их глазах Червяков и Алексеев начали грабить квартиру. А чем все-таки вы их связали? Водка. Эки. Ушаски. А где здесь? Солидаря. Они сами дают алкоголь. Все здесь связали. Вперед, на юг. Не так уж часто, но придется поверить мне на слово оркестр для придания музыке точности, если можно так выяснить, как разница старинности и интонации, используют смычки старинного образца и играют на подлухах древних габоев на фабото. Это не слишком дешевое удовольствие, но будем сказать о разнице между исполнением габоев XVIII века. И габоев современным поймет лишь виртуознейшей попытнейшей цепети. В капелле оркестр барокко европейского сообщества, в программе целиком исполняющейся почту на старинных инструментах гендель и баха. По поводу уличной хроники, то есть инцидента на Грузинской улице, можно и должно вероятно добавить, что человек, которого пытался задержать милиционер, находился под следствием. И у наряда милиции были оперативные данные о том, что в данную минуту на Грузинской улице ведется спекуляция спертная. К числу завтрашних официальных новостей церемония в Доме дружбы, посвященная 40-колесию Китайской Народной Республики. Не только меховые аукционы, но еще кое-что новенькое приготовлено комиссион торг. Новый комиссионный магазин на проспекте посвящение это ценное. Вероятная информация будет принимать любую компьютерную сетевку. Управление пожарной охраны ГУВД информирует о 100 выездах, ни в 13 пожарах есть пожары значительные. В частности, земледенческая 5. На заводе горело масло на площади 250 квадратных метров на агрегатном участке. Тушение, разборка, проливка идут еще до сих пор. На Белой ГУН-32 также пожарное установленное количество лакокрасочных материалов. На набережной Фонтанке в доме 179 квартирный пожар. Упыль так около 5000. Из оперативной информации на маршала Жукова только что произошло еще одно убийство. Пятое за один город. И, кстати, в доме 34 корпус один муж медленно и тодично-методично избивал жену. И таким способом убил ее смерть до прибытия скорой. На 15-й линии Васильевского стрельночью был еще один пожар. Ночью обстоятельства пожара непонятны. На месте однажды друг мужчина. Радиационный фон 11. В городе ИИ-14 в Сосновом Бару. Погода завтра 13-15. На этом выпуске закончен. Я с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...